Максим Пашков, лидер группы Палата номер 6, он дружил с Виктором Сой с самого детства. Вам снится, Виктор Сой? Снится, конечно, да, периодически. Я абсолютно согласен, что вот, Лёш, такой мистик это нагнал вообще, ну просто, да, и ты, Игорь, тоже. Я говорю, что есть, Парсин. Что вы так прям паритесь-то? Я ещё ничего не сказал. Конечно, он мне снится периодически, причём снится живым, и я всё время с ним выясняю отношения, что, типа, Витя, а ты же не мёртвый, оказывается, давай там поиграем вместе, потому что лучше, чем с тобой, не было ни с кем. Как бы, лучше музыкантов по жизни у меня в моей жизни не было. Ну, а так-то это всё, конечно, то, что я не думаю, что он бы был очень доволен, если бы узнал, что там существует какая-то секта его имени. Я думаю, что это такая просто уже осознанная глупость, вот это то, что... Да, в наше время было не модно в Бога верить. У нас в зале художник Иван Славинский, Иван Федорович Славинский. Скажите, вот вы считаете, действительно стоит в творчестве искать мистику, например, в вашем и в творчестве своём? Ну, во-первых, мне кажется, что вообще вот всё, что мы обсуждаем, это результат просто воздействия сильной творческой личности на человека. И кто к чему пришёл, кто пришёл к секте, кто пришёл к каким-то явлениям физического свойства, там, не осаждения пыли, предположим. Но мне кажется, мистика – это производная от того момента, когда ты начинаешь что-то ощущать. И делаешь какие-то вещи, которые тебе немножко не свойственны, но ты их делаешь, да? Ты тебе как бы вот в песнях своём, мне кажется, у слова, он не подбирал их специально, это чувствуется, да? Откуда это непонятно? В живописи это немножко по-другому. Бывает, ты пишешь картину, сюжет, который сбывается. Вот талант, он оперирует какими-то вот такими словами, вот в частности, Виктор, они простые слова, это немножко даже как бы чёрный квадрат от музыки. Это всё просто, да? Но они складываются у человека, они дают какой-то такой, как камертон, да, в душе у многих, что человек начинает ощущать просто невольно какое-то присутствие, какую-то вот энергию какую-то. Я очень, я тоже его, естественно, не могу назвать его фанатом, но вся моя молодость тоже, я, в принципе, как раз принадлежу поколению людей, которые его слушали плотно. И мне кажется, что она заряжает энергией, но это не может быть просто так. Летом 89-го года мы были на гастроле с группой кино в Белоруссии. Ко мне подходит представитель молодёжного центра и предлагает подписать договор на один год по выпуску дальнейших альбомов в этом договоре. 15 августа начало договора, 89-й год, окончание договора 15 августа 90-го года. Что это такое? Деньги и бельвектора Цоя. А чек подошёл в июле 89-го года, договор на год, и точно попадает в деньги и бельвектора Цоя. Совпадение, мистика, как угодно. Мне хочется прокомментировать происходящее в этой студии. Безусловно, выдающаяся личность, такая как Виктор, будет всю жизнь привлекать к себе внимание и психологов, и, скажем, ординарных фанатов. Потому что необъяснимо, почему из обычного мальчика, из обычной семьи с окраин советского Ленинграда вдруг вырос поэт такого масштаба. Это необъяснимо, и поэтому и Джон Леннон, и Александр Башлащин, Башёв, такое же необъяснимое явление. Именно потому, что законы творчества не поддаются, к счастью, исследованию. Никогда в истории человечества великие люди не могли быть расшифрованы. Поэтому у нас есть тема для разговора сегодня. Давайте сейчас пройдёмся на короткую рекламную паузу. В жизни Виктора Цоя было два кумира, и вы увидите их после рекламы. Это его отец и Борис Гребенчуков. Не переключайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.